Седьмого марта этого года исполнилось 135 лет русскому художнику Борису Михайловичу Кустодиеву. Даже не спрашиваю, помните ли вы его? Разве можно забыть? Народные масленичные гуляния, бубенцами-колокольцами оглашавшие округу, солнцем наполненные зимние пейзажи, пестрые цветистые ярмарки, нарядный уездный быт, галерею портретов современников и, конечно же, женщин. Нет, не только розовых, пышнотелых красавиц, но женщин разных, скромных, робких, строгих, властных, величественно надменных и гриво-кокетливых, томных, целеустремленных. Просто женщин, о которых писала Анна Андреевна Ахматова. Долгим взглядом твоим истомленная, и сама научилась томить, Из ребра твоего сотворенная, как могу я тебя не любить? Быть твоею сестрою отрадною, мне завещено древней судьбой, А я стала лукавой и жадною, и сладчайшей твоею рабой. Но когда замираю, смиренная, на груди твоей снега белей, Как ликует твое умудренное сердце, солнце отчизны моей. На рубеже веков Кустодиев создает особый жанр. Портрет-картину, портрет-тип, в котором модель сливается с пейзажем или интерьером, Позволяя зрителю не только увидеть обобщенный образ человека, Но и разглядеть его индивидуальность. Похожий портрет – это такой портрет, который внутренне похож, Который дает представление о сущности данного человека. И тут нужно предоставить художнику возможность выражать свое понимание этой сущности, Объясняет нам Кустодиев свое стремление к психологическому портрету. Он очень внимательным и проницательным взглядом неотступно изучал своего собеседника. Он не пропускал ни малейшего выражения лица, руки, тела, И по этим проводникам проникал в психический мир наблюдаемого. Характер у него был легкий, склонный к незлобивому юмору, К радостному, заразительному смеху. Вспоминала о нем подруга жены Елена Александровна Полевицкая. Его работы появлялись на выставках нового общества художников в Петербурге и на выставках, устроенных Дягилевым в Париже и Берлине, а затем и в Венеции. 1 декабря 1909 года Кустодиеву был вручен диплом академика живописи. Редактор журнала «Аполлон», критик Сергей Маковский, организовав в январе 1910 года выставку современного русского женского портрета, в которой принял участие Борис Кустодиев, писал. «Борис Михайлович Кустодиев с некоторых пор признанный мастер портрета. Мне лично больше всего нравятся рисунки Кустодиева, его великолепные акварели, такие трезвые, спокойные, безукоризненные по технике контура и рельефу». Но за последнее время Кустодиев стал обращать особенное внимание на колоризм. Он виртуозно овладел техникой пастели, смешанной с клеевыми красками, в своих нарядных светских портретах женщин. Наиболее удачный из работ этого рода, надо признать портрет госпожи Нотгафт. Годом позже Александр Бенуа откликается на выставку мира искусства и подробно пишет о Кустодиеве, подчеркивая его достоинства. «Мне кажется, настоящий Кустодиев – это русская ярмарка, пестрить, глазастые сицы, варварская драка красок, русский посад и русское село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями. Это его настоящая сфера, его настоящая радость». Другой художественный критик журнала «Солнце России» Иван Лазаревский дополняет. Кустодиева влечет к себе та эпоха русской портретной живописи, когда Левицкий и Боровиковский с такой виртуозностью разрабатывали задачи общей декоративности в природе наряду с тончайшей деталировкой. Увы, не в унисон с этими восторженными оценками все чаще в частных разговорах, переписке звучат жалобы художника на здоровье. Прислала ты письмо, которое растревожило мои старые раны, все эти вечно старые и вечно новые вопросы, которые и меня самого мучают не меньше тебя. Ты вот пишешь про чувство одиночества, и я вполне это понимаю, оно у меня еще усиливается сознанием, что я нездоров, что все, чем другие живут, для меня почти уже невозможно. В жизни, которая катится так быстро рядом, и где нужно себя всего отдать, участвовать я уже не могу, нет сил. И еще больше это сознание усиливается, когда я понимаю о связанных со мной жизнях твоей и детей. И если бы я был один, мне было бы легче переносить это чувство инвалидности. Правда, несмотря на все, я иногда удивляюсь еще своей беспечности и какой-то где-то внутри лежащей, несмотря ни на что, радости жизни. Просто вот рад тому, что живу, вижу голубое небо и горы, и за это спасибо. И не останавливаюсь долго на мучающих, неразрешимых вопросах. А газеты вновь благожелательно отзываются на очередной вернисаж выставки мира искусства. Много поработал Кустодиев и дал интересные по выполнению портреты и такие сочные, такие колоритные вещи, как большой жанр купчихи. О настроении его в это время можно судить из письма Василию Васильевичу Лужскому. Завидую всем вам, что много работаете. Ведь работать для любимого дела, хотя бы даже уставать на нем, выбиваться из сил, все-таки большая радость. В этой повышенной нервной атмосфере очень много настоящего искусства. Я тоже жду не дождусь, когда через месяц освобожусь от этой кары небесной, чтобы вовсю пуститься работать. Им очень не хочется, чтобы слух об обострении его болезни вновь распространялся по Москве и Петербургу. Только ради Бога, Василий Васильевич, не говорите о моей болезни никому, а напротив, что я здоров, а главное – весел. Впрочем, это правда. Несмотря на ужасные боли, я сам удивляюсь на свою жизнеспособность и даже жизнерадостность, уж очень люблю, видно, жить. Во время работы над декорациями к спектаклю «Смерть Пазухина» в театре Станиславского и Немировича Данченко игра и внешность одной из актрис, Фаины Васильевны Шевченко, исполнявшей роль Фурначевой, навели его на мысль о новой большой картине, изображающей женщину, излюбленного им с некоторых пор купеческого типа в спальне, в обнаженном виде. Актрису удалось уговорить позировать. Правда, в сравнении с Фурначевой, необычайно ленивый, вечно скучающий, как описал ее Салтыков-Щедрин, кустодиевская красавица выглядит гораздо привлекательней, хоть и слишком непривычной для изысканного вкуса. Газеты писали о картине, вот уж кто чудит, так это кустодиев. Он как будто умышленно кидается из стороны в сторону. То он пишет обыкновенные, хорошие дамские портреты, вроде госпожи Нотгафт или Базилевской, а то вдруг выставляет какую-то дебилую красавицу, сидящую на расписном с букетами сундуке, нарочитая и выдуманная, безвкусие. Звучали иные оценки. Оригинальные красавицы именно подобными работами, в которых столько сильного, оригинального и свежего, кустодиев в последнее время так заметно выдвигается вперед. Некоторые недостатки рисунков красавицы охотно прощаются нами ради этого нового и многообещающего слова. В Купчихе румяной, чернобровой, полногрудой нетрудно усмотреть своеобразные идеалы русской женщины, свойственной этой сословной среде, о которой прекрасно сказал Евгений Замятин. Настоящая красавица, русская, не какая-нибудь там питерская верту, не оса, а как Волга, вальяжная, медленная, широкая, полногрудая. Обманите меня, но совсем, навсегда, чтоб не думать, зачем, чтоб не помнить, когда, чтоб поверить обману свободно, без дум, чтоб за кем-то идти в темноте наобум и не знать, кто пришел, кто глаза завязал, кто ведет лабиринтом неведомых зал, чье дыхание порою горит на щеке, кто сжимает мне руку так крепко в руке, очнувшись, увидеть лишь ночь и туман, обманите и сами поверьте в обман. Девушка на Волге Кустодиева тоже могла быть озвучена отрывком из романа Мельникова-Печерского «В лесах» о жизни заволжских старообрядцев. Гляди, как крали, какая пышная, здоровая, кровь с молоком, а нрава тихого, кроткая, разумная такая, да рассудливая. Всеволод Владимирович Воинов, биограф, художника, как-то заговорил о музе Кустодиева. Мол, неужели вот такие дебилые женщины его музы? Нет. Но когда он пишет картины, то тонкие и изящные красавицы его не вдохновляют, не кажутся интересными. Вот и решает этот вопрос о музах. Художник их любит, а человек нет. Во многом мое направление создано моим астраханским детством. Снимала наша семья квартиру во дворе богатого, жившего по старине купеческого дома. И вот здесь-то с самых ранних лет протекала перед моими глазами красочная, богатая любопытными впечатлениями провинциальная купеческая жизнь. Как сейчас помню, наших дебилых купчих хозяек в повязанных головкою шелковых платочках, их пышные постели и стеганых одеял, и горы перин и подушек, наваленных на огромных сундуках, расписанных яркими цветами, ведерные самовары, за которыми происходило чаепитие, под усыпанную белыми цветами черемухую, или под рябиную с гроздьями красных ягод, рассказывал об истоках своей живописи Кустодиев. Персональная выставка художника в 1920 году явилась одним из крупнейших событий художественной жизни тех дней. Критик Ром писал в газете «Жизнь искусства». Вот купчиха с зеркалом, смотришь на нее четверть, полчаса, и чем больше смотришь, тем больше люба она, тем гуще исходящий от полотна аромат уходящий в область преданий среды. Его масленичные катания, балаганы, торговцы, веселый праздничный гомон и яркость снежного покрова – все это поражает необычайной чуткостью в зарисовке русского раздолья и русской красоты, особым проникновением в смысл русского бесшабашного веселья. ни одной черточки, нарушающей впечатление солнечности. Кто царит на выставке, так это Кустодиев. Как он знает и любит Россию! Это русская купальщица с пышным телом, написанная с рубинсовской сочностью, и эти тонкие женские портреты – все говорит о том, что Кустодиев самый большой теперь наш художник. Это уже голос критика Лутохина. Сцены с купальщицами уместно проиллюстрировать впечатлениями Федора Сологуба в статье «Полотно и тело». Люблю тело свободное, сильное, гибкое, обнаженное, облитое светом, дивно отражающее его. Радостное тело. Изображать обнаженное тело значит дать зрительный символ человеческой радости, человеческого тружиства, красочный гимн, хвала человеку и творцу его. Вот что такое настоящая картина ногого тела. Хочется сделать картину. Надоели картинки. Нельзя же в самом деле работать только на мамону для заработка. Все эти картинки, иллюстрации, обложки облепили, опутали душу, как паутина, которую хочется снять, как назойливую противную накипь. И делать то, чего требует внутренний долг художника. Я не умер бы спокойно, если бы меня преследовала мысль, что я не до конца выполнил свой долг художника, то есть не выявил свое внутреннее я. Заканчивая русскую Венеру, Борис Михайлович пишет портрет молодой женщины иного типа, невесты сына Кирилла, Натальи Львовной Оршанской, вся в черном, элегантная, меланхоличная, с утонченными чертами лица. Мой портрет, вспоминала Оршанская, надумал писать Кирилл. Борис Михайлович присоединился к нему, хотя я была моделью не в его вкусе, но его вкус слишком худа и бледна. Но тут ему понравилось сочетание бледности с черным бархатом, красиво и контрастно выделявшимся на светлом и легком фоне его мастерской. Работали они оба одновременно. Кирилл, как обычно, молчалив, но зато с Борисом Михайловичем всегда интересно и просто, даже весело. Меня называют натуралистом. Какая глупость! Мои картины это сплошная иллюзия. Я никогда не пишу с натуры. Это все плод моего воображения, фантазии, впечатления действительной жизни, которые я сам никогда не видел и которые никогда не существовало, утверждал Кустодиев. О такой иллюзии написал в своем дневнике Корней Чуковский. Таня Чижова на днях показала мне по секрету письмо от Кустодиева. Любовная. На четырех страницах он пишет о ее загадочных глазах, хрупкой фигуре и тонких изящных руках. Бедный инвалид. Выдумал себе идеал и влюбился. А руки у Тани широкие и пальцы короткие. Потом, идя по фонтанке, мы встретили жену Кустодиева. Милая, замученная, отдавшая ему всю голубые глаза со слезой. Борис Михайлович заболел инфлюенцией. Чего только не придумают женщины, лишь бы о них заговорили, как об истинных музах художника. Но ни хрупкая фигура, ни тонкие изящные руки не входили в идеал женской красоты Кустодиева. Портрет, безусловно, удачен. Меня же в этой дневниковой записи поразили слова о милой замученной жене художника Юлии Евстафьевне Кустодиевой, четверть века хранившей очаг, поднимавшей детей, опекавшей мужа. Любопытны воспоминания Надежды Хазиной о знакомстве с художником в Гаспре в 1923 году в санатории деятелей культуры, где они отдыхали вместе с Осипом Мандельштамом. На террасе главного дома, куда вы возили в кресле тяжело больного Кустодиева, я вдруг поняла, что любовь не только радость и развлечение, которому мешает скудость, вернее, нищета нашей жизни, а нечто несравненно большее. С Кустодиевым была жена, моложавая, измученная женщина. Она ухаживала за ним спокойно и ласково, не делая при этом вида, что приносит жертву, и совсем не сердилась на его раздражительность. Многое нам раскрывается только в противопоставлениях, только в контрастах. Я увидел в одной комнате рядом художника и его картины, рядом художника и человека. Я понял, какую творческую волю надо иметь в себе, чтобы, сидя вот так в кресле и стискивая зубы от боли, написать все эти картины. Я понял, человек, Борис Михайлович, сильнее, крепче любого из нас. И еще, его жизнь это житие, а сам он подвижник, такой же, как и в старое время знала его любимая Русь. С той только разницей, что его подвиг был не во имя спасения души, а во имя искусства, написал Евгений Замятин. Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел. Любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему, русскому. Это было всегда единственным сюжетом моих картин. Редактор субтитров Редактор субтитров